Открытый диалог с Александром Непомнящим Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. И прежде чем мы начнем с Александром Непомнящим, я бы еще раз хотел поблагодарить всех наших радиослушателей за моральную и материальную поддержку. Спасибо огромное и нижайший поклон. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Я, конечно, присоединяюсь к вашей благодарности. Огромное спасибо всем тем, кто помогает нашим передачам и нашим встречам. Ну что ж, давайте-ка теперь поговорим о том, что происходит в Израиле, новое правительство. И есть ли какие-то уже очертания, скажем, внутренней политики? Да, Сергей, увы, увы. Действительно, я начну, пожалуй, вот с чего. Множество искренних сторонников Израиля за рубежом, я бы сказал, в смятении, они не понимают, как им относиться к новому правительству еврейского государства. Но, впрочем, в схожем смятении пребывают и многие израильтяне. Ведь, с одной стороны, возглавивший это новое правительство Нафталий Беннет, известен как чек права политического толка. Более того, его партия даже называется Ямина, что в переводе с элита назначает справа. Иными словами, справа от крупнейшей и в недавнем прошлом правящей партии Израиля, партии Ликун, под руководством бывшего премьер-министра Антониел. Вместе с тем, сразу после того, как правительство Беннета было приведено в начале прошлой недели к присяге, левые устроили шумный праздник в центре Тель-Авива, в то время как правые, в большинстве своём, ушли в траву. Почему же левые приветствовали голову правительства, якобы даже более правого, чем бывший премьер Вениамин Натаньял, а правые, напротив, оплакивали восхождение Беннета? Ответ на этот вопрос стоит начать с простой математики. Кнессет Израиля состоит из 120 мест, как вы знаете, и разделён он на два примерно равных блока. К правому блоку обычно относят правоцентрильскую партию Ликуд, партии, которые занимают идеологические позиции справа от Ликуда, и религиозные партии. На последних выборах, состоявшихся в марте, я напомню, партии этого блока получили 65 мест в Кнессете, то есть уверенное большинство. При этом набравший 30 мест Ликуд был своего рода гулливером среди всех прочих лилипутских партий, как справа, так и слева. Левый блок возглавляет, ставший в новом правительстве министром иностранных дел и сменным премьер-министром, Яир Лапид, лидер левоцентрической партии Яшатит, обладающей 17 местами в Кнессете. Блок Лапида состоит из левоцентрильских и леворадикальных партий, а также двух партий израильских арабов. Одна из этих партий — националистическая арабская партия, вторая партия — исламистская. При этом ни та, ни другая обе арабские партии не признают право израильного существования в качестве еврейского государства. На мартовских выборах левый блок Лапида получил, соответственно, в общей сложности 55 мест. Естественно, можно было ожидать, что Натаньял, опираясь на пятиместное большинство своего блока, сформирует стабильную правящую коалицию. Но, несмотря на все свои усилия, сформировать ее Натаньял не удалось, как вы знаете, поскольку главы двух партий, перешедших из правого блока в левый, Ямина Беннета и Новая Надежда Гидона Сара, в прошлом, я напомню, министра от партии Ликут, отказались присоединиться к правительству под руководством Натаньяла. И тут надо понять, что, в общем-то, движимой откровенной завистью и, я бы сказал, слепой ненавистью к Натаньялу, которая, по их мнению, препятствовала их политическому продвижению, Беннет и Са выставляли себя на выборах в качестве альтернативных кандидатов к премьер-министрам, но в итоге с треском проиграли в завоевании симпатии общества, ведь на фоне полученных Натаньялу 30 мандатов Беннету досталось 7, а Саару и вовсе 6. И затем уже после выбора, в результате продолжительных переговоров с Натаньял, которые, по крайней мере, в случае Беннета были, как мы теперь знаем, абсолютно недобросовестными. То есть Беннет изначально торпедировал все попытки Натаньяла создать правительство правое, и с самого начала Беннет не желал входить в правую коалицию. И вот теперь Беннет и Саар открыто покинули свой идеологический блок. Они привели свои крошечные фракции по 6 человек. Дело в том, что от Беннета ещё откололся один депутат, поскольку он не захотел переходить в левый лад. Так вот, привели свои маленькие фракции по 6 человек к Лапиду, в его левоарабский блок, чтобы сформировать правительство, в котором Беннет стал номинально главой правительства, премьер-министром. На деле Беннет является мнимым, а вовсе нереальным премьер-министром, поскольку пользуется поддержкой лишь 10% своей коалиции. Ну, можно сказать, 20%, если добавить к этому и также фракцию Сары. Остальные члены коалиции лояльны Лапиду, который через два года должен сменить Беннета на посту премьер-министра. И принимая во внимание этот дисбаланс сил, якобы правый Беннет на деле не обладает властью достаточно для того, чтобы проводить серьёзную правую политику. Лапид же, напротив, будет иметь более-менее полную свободу действий для того, чтобы продвигать программу левого большинства. Но численный дисбаланс, о котором мы только что говорили, отнюдь не единственное ограничение для возможных манёвров Беннета. Подорвав правый блок, чтобы сформировать правительство с лево-исламистским блоком, Беннет и Сар, по сути дела, предали своих собственных избирателей. И, соответственно, если они выйдут из этого правительства, деваться им некуда. Все опросы показывают, что у них осталось какое-то количество сторонников, но этих сторонников меньше половины. То есть при таком раскладе Беннет и Сар просто не пройдут электоральный барьер. И вот не имея базы, к которой теперь можно вернуться, Беннет и Сар теперь, по сути, стали заложниками левых. То есть их политическая жизнь полностью зависит от того, как долго продержится это правительство. И всё это уже само по себе является достаточной причиной для депрессии правых и восторга левых с энтузиазмом, поддерживающих правительство Лапида Беннет. Но явное большинство левых в новом правительстве не является на самом деле самой примечательной чертой. Более значительным и проблемным аспектом нового правительства в Израиле стало то, что оно угрожает еврейскому характеру государства. Коалиция Лапида и Беннета состоит всего лишь из 61 голоса. Достаточно того, чтобы два человека перешли из неё в оппозицию, и коалиция немедленно обвалится. При этом даже не все члены этой 61-местной коалиции проголосовали за формирование коалиции. Саидаль Харуми из исламистской партии РАМ воздержался при голосовании в знак протеста против предстоящего разрушения незаконных построек в незаконном бедуинском поселении Бирададж в Негиве. Следовательное правительство получило в отум доверия, набрав лишь 60 голосов против 59-ти. Мы об этом говорили, если не жива ещё в прошлый раз. И вот, что такое фракция исламистской партии РАМ? Она состоит из 4-х человек. Таким образом, является самой маленькой в правительстве Лапида и Беннета. Но мы знаем, что размер не главное. И как только РАМ покинет коалицию, правительство падёт. Воздержавший день голосования за новое правительство Аль-Харуми в полной координации с лидером партии РАМ Мансуром Аббасом дал понять Лапиду и Беннету, что оба этих горе-премьер-министра остаются главами правительства исключительно до тех пор, пока этого желает РАМ. Иными словами, в то время как Беннет с его шестью местами и осознанием, что уходить ему некуда, и будучи премьер-министром, как бы, совершенно бесцелен в подвижении правой повестки дня, Аббас с его четырьмя голосами с каким-то незначительным постом формальным, но готовностью в любой момент покинуть коалицию является самым влиятельным её фактором. По большому счёту, это всегда выглядит крайне проблематично, когда правящая парламентская коалиция обязана своим существованием второстепенным партиям. Но в случае с РАМ, арабской исламистской партией РАМ, эта проблема в буквальном смысле обретает экзистенциальный масштаб. РАМ отвергает право Израиля на существование. И уже с самого начала в своих коалиционных переговорах с Лабидом и Беннетом Аббас использовал обретённую им власть и влияние на новую коалицию для того, чтобы вынудить Беннета и Лабида согласиться на политику, подрывающую суверенитет Израиля и еврейский национальный характер государства. Чтобы привлечь РАМ в свою коалицию, Лабид и Беннет согласились предоставить фактическую автономию бедуинам в Негиве и общинам израильских арабов в Галилее. И эта автономия осуществляется двумя способами. Во-первых, Лабид и Беннет согласились прекратить применение израильских законов о планировании строительства в арабских населённых пунктах. По сути дела, сделали их самоуправляющимися арабскими анклавами внутри Израиля. Во-вторых, коалиционная сделка предполагает передачу государственных земель величиной, ну, можно сказать, с 10 крупнейших городов Израиля незаконным поселением бедуинов в Негиве. То есть бедуины захватили эти земли в Негиве, государственные земли, а теперь это всё официально им передаётся в их собственность. Просто вот так. По данным израильской некоммерческой общественной организации Рыговин, которая отслеживает незаконное арабское строительство, бедуины в Негиве построили около 80 тысяч нелегальных построек. Понимаете, 80 тысяч нелегальных постройок. Это огромнейший город, но он рассыпан ещё и по огромной территории, поэтому он как бы захватывает территорию колоссальную. Лапид и Беннет согласились узаконить большую часть этой кражи государственной земли и более того, они согласились вознаградить бедуинов за их преступное поведение, построив для них новые города, инфраструктуры на средства, которые будут как бы любезно предоставлены им из госказны, то есть израильскими налогоплательщиками. Речь идёт о 50 миллиардах шекелей. Примерно получается 13-14 миллиардов долларов. Незадолго до того, как коалиция Лапид и Беннет была одобрена, Аббас произнёс с трибуны КНЕС это речь на арабском языке, в которой пообещал «Мы вернём земли, украденные у нашего народа». В каких землях он говорил, о чём, что он имёл в виду, как вы думаете. В своей речи в 2018 году Аббас ясно дал понять, что в соответствии с идеологией братьев-мусульман, фракцией которого фактически является партия РАМ, Аббас имеет в виду весь Израиль. С момента основания Израиля в 1948 году сказал он «Арабский народ Палестины живёт в условиях непрекращающейся катастрофы, созданные сионистскими террористическими бандами». Вот так. Аббас тоже неоднократно отрицал еврейскую историю в Иерусалиме, самым святом городе еврейского народа. Он, например, отрицает, прошу прощения, что еврейский храм вообще когда-либо стоял на храмовой горе. А во вторник на этой неделе, накануне ежегодно проходящего в Иерусалиме парада флагов, посвящённого освобождению и объединению города в 1967 году, «Аббас резко осудил запланированное шествие, в котором евреи проходят по своей столице с национальными флагами. Сегодняшний парад флагов в Иерусалиме, сказал он, это вопиющая провокация, а его главная составляющая это крики ненависти и подстрекательства к насилию с целью разжечь конфронтацию в политических целях. Вот так. То есть, когда евреи идут с флагами национальными по своей столице, это провокация и призыв к насилию. Но насилие, видимо, он имел в виду арабское насилие, которым они угрожали. Поскольку нынешнее правительство зависит от того, насколько удовлетворён Аббас, Беннетт не может даже судить своего нового партнёра по коалиции за подобные полные ненависти и подстрекательства высказывания. Фактически, Рам стал первой партией израильских арабов, присоединившейся к правящей коалиции в Израиле. Мы говорили о том, что действительно может случиться. Это было бы очень здорово, если бы Рам присоединился на других условиях. То есть, если бы он не был той фракцией, от которой ведь всё зависит, а был бы частью большого правительства, устойчивого самого по себе, и можно было бы видеть Рам в качестве партии, представляющей интересы израильских арабов, пусть не любящих сионизм, но как бы вынужденных с нами жить вместе. Это было бы началом какого-то такого прагматичного подхода. Но сейчас ситуация совершенно иная. Так мы говорили, когда мы думали, что, возможно, Натаньяус может их как-то кооптировать. Но сейчас ситуация совершенно иная. Рам стал той партией, которая эту коалицию держит, и от неё все зависят. И, соответственно, аппетиты этой партии совершенно другие, требования совершенно другие. Надо сказать, что многие друзья Израиля за рубежом справедливо указали на присоединение партии Рам к правительству Израиля как на ещё одно доказательство явной живости оскорбления Израиля как государства апартеида. То есть вот оскорбления, которые мы недавно слышали, которые поддерживаются регулярно такими представительницами Конгресса, как Александрия Акасио-Кортеса, Рашида Тлайб или Хан Амар, они постоянно называют Израиль государственного апартеида. Нет ничего более бессмысленного и лживого, чем называть Израиль государственного апартеида, зная, что в израильском правительстве, в израильское правительство входит арабская исламистская партия. Но здесь очень важно отметить два обстоятельства, которые часто упустаются из виду. Во-первых, Акасио-Кортеса, Итлайб и Омар и все их коллеги клевещут на Израиль не потому, что их просто дезинформировали. И кому-то кажется, сейчас мы им всё объясним, что Израиль на самом деле не такой. Они всё поймут и исправятся. Конечно, нет. Они клевещут на еврейское государство, потому что хотят лишить легитимности само его существование. А во-вторых, и, возможно, даже ещё хуже, Аббас и сам полностью поддерживает эту линию. Будучи сам очевидным доказательством тому, что Израиль не является расистским государством, Аббас назвал Израиль режимом партии. Вот так. То есть он министр в правительстве, у него колоссальные возможности, у него фактически в руках ключи от коалиции, и он при этом ещё называет Израиль режимом партии. Как это уживается в логике тех, кто это повторяет, спросите об этом ваших прогрессистских евреев. Ну, о них мы ещё поговорим, наверное, второй половин. Трудно сказать, как долго продержится правительство Лапида и Беннет. Несмотря на то, что Беннет и Сар самозабвенно выполняют миссию, ведущую их политической гибели, члены их фракции на самом деле вполне могут решить, что лучшим для них вариантом станет побег с коалиционного корабля. Ну, Ирам тоже может покинуть коалицию в любое время. Да и сам Лапид может решить, что, использовав Беннета для смещения Натаньяу, они сейчас хотят провести закон, который персонально запретит Натаньяу в общем-то, Лапиду Беннет больше не будет нужен. Вообще ни для чего. И он может свергнуть, обрушить правительство как бы сам и пойти на выборы, уже зная, что в правом лагере нет единого лидера, нет Натаньяу. При этом сегодня, даже оказавшись главой оппозиции, а не премьер-министром, Натаньяу по-прежнему остается самым популярным политиком в Израиле. И опросы это показывают. То есть огромный разрыв между популярностью его и всех остальных вместе взятых. А его партнеры по оппозиции едины в своём желании как можно быстрее развалить хрупкую коалицию Лапида Беннета. Поэтому, как бы, с одной стороны, коалиция не так уж крепка, с другой стороны, оппозиция очень сплочена в надежде, в желании, в стремлении обрушить это правительство. Но как бы долго не продолжалось правительство Лапида Беннета, оно будет всё равно неумолимо дрейфовать ко всё более левой и даже откровенной исламистской повестке дня. И отсюда та радость левых, которым без Беннета и Сара ни за что не удалось бы прийти к власти. Отсюда и слёзы правых, которыми сейчас управляет правительство с доминирующим левым и славийским большинством, несмотря на то, что общество предоставило на последних выборах правым возможность сформировать устойчивую правую коалицию. Вот такой вот у нас сейчас очень невесёлый расклад. И наших МИ и коалиция, они продолжают по инерции обвинять во всём Натаньяу. То есть, когда им объясняют или, так сказать, они оказываются перед фактом того, что, в общем-то, колится хрупка, что из-за РАМ, из-за партии РАМ они ничего не могут сделать. Я сейчас приведу даже пример, объясняющий, что конкретно. Они говорят, это всё Натаньяу виноват. Вот, например, в Израиле существует такой, как бы, закон, который не позволяет активно внедрять, раздавать гражданство палестинским арабам из газа, в первую очередь из сектора газа и из людей и самолитов. О чём идёт речь? Речь идёт о том, что, как в любом государстве нормальном, когда израильтянин или израильтянка женится или уходит замуж за иностранца, то, в принципе, есть процесс, в ходе которого иностранец сможет получить израильское гражданство. Ну, понятно, что это случается постоянно, сплошь и рядом, это нормальная ситуация. Но это не распространяется на жителей автономии иудеи, Самарии и Газа. Почему? Потому что бедуины, скажем, из Негива постоянно берут себе в жёны, причём не одной жены, у них же там по 10 жён, по 8, по 10 жён. Они берут себе с жёнами арабок из газа, и если им давать гражданство, то получает гражданство эта арабка, а дальше за ней тянется весь клан, потому что они же родственники, гражданины. Там целый процесс фактически натурализации. И вот в своё время в Израиле был закон, который просто как бы не касался палестинских арабов. Потом Верховный суд сказал, ну как, это же неправильно, несправедливо. Если все получают гражданство, значит, они тоже должны получать гражданство. Но совершенно понятно, что раздавать гражданство мусульманам из газа, иудеи и самаре, Израиль просто так не может, потому что тогда очень быстро здесь количество мусульман в Израиле вырастет до небес. Просто все жители газа переедут в Израиль, станут гражданами. И был ведён закон, который как бы необходимо продлевать постоянно, потому что он временный, потому что Верховный суд говорит, это закон совершенно незаконный, мы его не принимаем, мы его не позволяем. Закон говорит так, на всех распространяется, на арабов, из иудеи и самаре и газа нет. Вот так. Как бы не очень, конечно, демократично и не очень, скажем так, справедливо. Может быть, но с другой стороны, защищать Израиль в своём национальный характер как-то должен. Но этот закон каждый КНЕСА должен продлевать. Не продлить, значит, этого закона не будет. И арабы из Иудеи и Самарии и Газа начнут получать это гражданство. И вот сейчас эта коалиция собрала, и они должны признать это, принять этот закон. И тут выясняется, что партия арабы с вами сказали, что с какого перепуга я буду принимать такой закон? Этот закон не в наших интересах. «Нет, мы его принимать не будем». Более того, Беннет отдал комиссию КНЕСА, в которой обсуждение этого закона должно проходить, Мансуру Аббасу, главе партии РАМ. Он говорит, «Вообще-то этот закон вообще не будет обсуждаться у нас. Конечно же, он не пройдёт». И тогда что делает Беннет и Шакет? Они бегут в оппозицию. Говорят, «Оппозиция, помогите нам перевести обсуждение и принятие этого закона в другую комиссию КНЕСА, там, где у вас есть большинство, и там мы его проведём». На что оппозиция им говорит? «Мы понимаем, что закон очень важен. Мы понимаем, что без него никак нельзя. Но вы же сами это сделали. Вы своими руками сорвали правую коалицию, вы ввели в своё правительство исламистов, а теперь вы не можете принять даже такой важный, очевидно важный закон. И просите, чтобы мы его помогли? Окей, мы вам поможем, но давайте тогда сделаем по-другому. Мы расширим этот закон. Давайте вы сначала выгоните Мансура Аббаса из глав этой комиссии КНЕСА, в которой всё решается. Не будем переводить это в другую комиссию. А давайте-ка вы что-то сделайте тоже для того, чтобы закон прошёл. Уберите его из этой комиссии, и примем этот закон в более широком виде. Например, мы ещё потребуем, мы, оппозиция, требуем легализации всех еврейских зелёных пунктов в Еводеи и Самарии, чтобы они перестали считаться незаконными с точки зрения, даже если они построены как-то в последнее время, зарушение соглашения ОСО и так далее. Коалиция на это не соглашается. И что они теперь делают? Они говорят, из-за того, что оппозиция не хочет нас поддержать, закон с такой важной не пройдёт. Мы посмотрим на следующей неделе, как будет закручиваться эта ситуация. Я почти уверен, что Натаньяо, понимая, насколько важен этот закон, конечно же, не допустит того, будучи лидером оппозиции, чтобы этот закон не прошёл. Но насколько лицемерна позиция коалиции, которая сама не может это провести, обвиняет в том, что она не может провести закон, обвиняет оппозицию. Но это те бутни, в которых мы сейчас живём, и мы будем продолжать их жить. Я думаю, Сергей, нам нужно сделать перерыв, ну, а потом мы продолжим говорить о наших, кстати, суммы, которые мы будем дальше. Буквально через несколько минут вернёмся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Александра Непомнящего «Открытый диалог». Телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас есть вопросы, можете набрать. Ну, а мы, наверное, перейдём к следующей теме – внешней политике. Да, если позволите, давайте я хотел бы рассказать немножко о взаимоотношениях Израиля и США в новой ситуации. И в конце, если у нас останется время, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Хорошо? Замечательно. Окей. Ну вот, на следующий день, после того, как Еревопид и Настали Беннет сформировали своё правительство, официальные представители администрации Байдена, можно сказать, метнули в них дипломатической гранат. В чём идёт речь? Они сообщили журналистам, якобы неофициально, что Джо Байден намерен назначить помощника госсекретаря по делам Израиля и палестинских арабов Хади Амра, мы о нём говорили несколько передач назад, генеральным консулом США для палестинских арабов в заново открываемом для них новой вашингтонской администрации консульстве в Иерусалиме. Чтобы направить Амра в столицу Израиля в качестве консула для палестинских арабов, администрации сначала потребуется снова открыть это самое консульство в Иерусалиме. Ведь в соответствии с законом о посольстве в Иерусалиме от 1996 года администрация Трампа закрыла консульство и превратила здание после переноса посольства в Иерусалим в резиденцию посла. Более того, в соответствии с Венской конвенцией США обязаны получить разрешение Израиля на открытие своего консульства на и на аккредитацию главы миссии. Решение администрации направить в Иерусалим Амра, известного тем, что, пожалуй, во всём, за исключением разве что своего имени он враждебен Израилю, да ещё в качестве посла к тем, кто стремится к ликвидации еврейского государства, является двойным ударом. Во-первых, это ясно показывает, что администрация Байдена твёрдо намерена способствовать разделу Иерусалима. Во-вторых, посылает Иерусалим именно Амра, а не кого-то другого. Администрация даёт понять, что намерена не только легализовать Хамас, но и начать с ним сотрудничать. Почему? Потому что до прихода в администрацию Байдена, я напомню, Амр был научным сотрудником в институте Бруклингса, который финансируется Катаром, то есть братьями-мусульманами. И он также был директором-основателем Бруклингского института в ДОХе, столицы Катара. И именно там, в Бруклингсе, Амр выступил с идеей о легитимации спонсируемой Ираном террористической группы братьев-мусульман. То есть давайте перестанем их считать террористами и придадим им легитимность. Это международная большая организация, добрые люди, братья-мусульмане. Кроме того, Амр призвал США содействовать интеграции Хамаса в Организацию освобождения Палестины, которая как бы считается признанной организацией в Америке. Хамас пока что считается террористической. Таким образом, позиция администрации в отношении Иерусалима и Хамаса, которая сейчас практически как бы не обсуждается, но тем не менее, она укрепляет позиции Ирана в среде палестинских арабов и также узаконивает казавшийся до сих пор немысливым сценарий, при котором США поддержат захват Хамасом и людей Самарии. Глубокая неприязнь нынешней американской администрации к суверенитету Израиля над обеднённым Иерусалимом ясно показывает, насколько враждебны её позиции и в отношении стратегических требований национальных прав евреев, людей Самарии. А вот опрос общественного мнения, опубликованный во вторник Центром политических и опросных исследований палестинской автономии в Рамале, показал, что 77% палестинских арабов вообще убеждены, что Хамас выиграл последний раунд войны. Если бы сейчас состоялись выборы, в автономии, то Хамас получил бы абсолютное большинство, 59, почти 60% голосов. При этом надо понимать, я напомню, что израильские имамы, религиозные лидеры внутри Израиля, арабские, они пристенились к Хамасу через исламское движение и подстрекали во время войны между Израилем и Хамасом к погромам евреев. И эти погромы действительно происходили. И это насглядно продемонстрировало, насколько длинную руку имеет Хамас внутри Израиля на арабские общины. А недавно, на этой неделе, были ещё события вокруг шествия с израильскими флагами, которое состоялось в итоге в Иерусалиме. И оно показало усиление Хамаса среди арабов израильских ещё яснее. Хамас предрозил возобновить свои нападения на Израиль, если правительство разрешит израильским гражданам пройти через столицу с израильскими флагами. Понимаете, я ещё раз объясню. Израиль, израильтяне собираются провести шествие по Иерусалиму с флагами. Мы только что говорили, что Мансур Аббас говорит это подстрекательство. Хамас говорит, мы вас опять будем закидывать ракетами, если только вы посмеете это сделать. Ведь как должно повести себя израильское правительство? Либо вообще не реагировать, либо сказать, только пикните, и мы вас просто размажем к Хамасу. Потому что вы ещё нам будете говорить, как нам в день Иерусалима ходить с флагами или без флагов. Но вместо этого израильские службы безопасности и СМИ, и политические лидеры слева объявили о том, что это стратегическая угроза. Хамас нам запрещает. Что же делать? Надо отменить парад. И требовали отказаться от шествия. Хуже всего, что это были не только политики левые, это были и главы служб безопасности, которые должны отвечать за безопасность. Они говорили, да, это опасно, давайте отменив. Хорошо, что это были последние дни Натаниялу, и он сумел продавить решение о том, что это шествие всё-таки состоится. И в течение нескольких дней угрозы Хамаса доминировали в дискурсе в Израиле на всех уровнях. И одержимая заботчинность этими угрозами, она как раз продемонстрировала то, что несмотря на весь оперативный ущерб, нанесённый Израилем в военной инфраструктуре Хамаса, Хамас стал для Израиля сдерживающим фактором, по крайней мере, публично, по крайней мере, когда власти находятся левые, в гораздо большей мере, чем Израиль таков не для Хамаса. И всё это прямиком приводит нас к новому правительству. Как я уже сказал, хотя на в талии Беннет и называется премьер-министром, реальной властью в правительстве обладает именно министр иностранных дел и сменный премьер-министр Гейер Лапид. И вот Лапид контролирует 75% коалиции, Беннет — 20%, оставшиеся 5%, как мы сказали, в руках у Мансура Аббаса, связанного с братьями-мусульманами. И вот на церемонии в Министерстве иностранных дел по случаю вступления Лапида в должность реальный лидер Израиля Лапид изложил свои приоритеты, и как он видит дальше внешнюю политику Израиля. И вот его три главные цели — восстановить связи Израиля с демократической партией США, с прогрессистским еврейским истеблишментом США и с Европейским Союзом. Что касается Ирана, то, напрочь игнорируя позицию республиканцев, например, американских, Лапид отнесся к возвращению США к ядерному соглашению 2015 года, как уже свершившемуся факту, заявив, мол, Израиль должен подготовиться к неизбежному, типа мы бороться не сможем, в отличие от Натаньяо, по которому мы будем бороться, даже если нам придется из-за этого ссориться с США, с новой администрацией. Я напомню, что соглашение, которому сейчас Байден пытается вернуться, открывает Ирану, по сути дела, право, как бы, возможность обрести ядерный арсенал буквально через несколько лет. Ну и что касается палестинских арабов, несмотря на то, что они отказывались вести переговоры с Израилем в течение последних 12 лет, и в явном противоречии тому, что Израиль в тем временем уже успел заключить мир с четырьмя арабскими государствами и сформировал оперативный союз, военный фактически союз с Сунинским государством Персидского залива и Египтом против Ирана. Лапид назвал палестинских арабов, их конфликт с Израилем, центральной осью, вокруг которой якобы вращаются вследом гирегиональные проблемы. Старая-старая песня левых израильцев. По его словам, то, что произойдет между палестинскими арабами и Израилем, в значительной мере определит все остальные сферы. Ну и приоритеты Лапида диктуют его политику. И здесь очень важно помнить о том, что напряженность в отношениях Израиля с демократами, прогрессистским еврейским истеблишментом Америки и Евросоюза никогда не была личностной. Это не был вопрос, что Натаньял плохо про них говорил или как-то вел себя с ними плохо. Это ведь всегда был вопрос позиций. Отношения Израиля со всеми этими тремя силами, с Евросоюзом, с демократами и с прогрессистами евреями, американскими, обострились только потому, что демократы, прогрессистские евреи и Евросоюз поддерживают ядерную сделку с Ираном, которая крайне опасна для Израиля и государственность для палестинских арабов, что с точки зрения большинства израильтян является сущностной угрозой для выживания еврейской страны. А это значит, что единственным способом для Лапида исправить отношения Израиля с этими тремя группами, а это для него главный приоритет, как он сказал, это принять их опасные политические предпочтения в ущерб интересам еврейского государства, понимаете? Это же не вопрос того, что Натаньяла они не любили, а Лапида они любят. Они любят Лапида не потому, что Лапид красивее пойти на уступки, которые Натаньял и большинство израильтян, которые выбирали именно Натаньял, считают несовместимыми с выживанием еврейского государства. Израиль на самом деле имеет право отклонить запрос США об открытии консульства для палестинских арабов в Иерусалиме и тем более имеет право отклонить прохамасовского Амра в качестве консула. Но желание Лапида умиротворить демократа вероятно помещает ему так поступить. Он же не хочет ссориться, как Натаньял, с демократами. А что касается Ирана, хотя Лапид и сказал представителям Министерства иностранных дел, присутствовавшим на его инаугурационной речи, что Израиль будет всячески предотвращать возможность получения Ираном ядерного оружия. Но это просто слова. Вряд ли это его обязательство может хоть как-то быть согласовано с тремя его главными приоритетами. Быть хорошим в глазах демократов, быть хорошим в глазах прогрессистов американских и быть хорошим в глазах Евросоюза. И вот газета «Гаарец» израильская крайне левая газета написала на этой неделе, что по всей вероятности для достижения целей, которые перед собой поставил Лапид, он будет реализовывать дипломатическое видение, которое изложил еще в 2018 году. В той речи Лапид в унисон своим нынешним заявлением сообщил, что палестинские арабы являются осью, вокруг которой вращаются все другие региональные проблемы. То есть это вообще самый главный вопрос всего нашего региона, прежневосточного. И в соответствии с этой точкой зрения он призвал Израиль пойти на уступки палестинским арабам, чтобы получить поддержку США по Ирану, понимаете? То есть мы сейчас арабам поможем создать государство за счет нас, а за это США нас защитят от Ирана. Вот такая безумная и бессмысленная идея. Я считаю, заявил тогда Лапид, что прорыв в иранском вопросе зависит от палестинского вопроса. Нам нужно работать над продвижением дипломатического соглашения с палестинскими арабами в рамках региональной дискуссии. Сегодня вся эта речь Лапида, он там еще, знаете, что говорил, он говорил, можем ли мы отделить иранскую проблему от палестинской проблемы? Без прогресса в отношении палестинцев, сказал это в 2018 году Лапид, можем ли мы заручиться поддержкой саудовской общественности, Конгресса США, американского еврейства, Евросоюза, средствами стран Ферсидского залива? Даниил говорит, что может, сказал тогда Лапид. А я говорю вам, что мы не можем. И большинство сотрудников службы безопасности говорят, что мы не можем. Понимаете? А после этого что произошло? Сегодня ведь речь Лапида слышится фантастически несостоятельно, ведь уже через несколько месяцев после того заявления Дональд Трамп признал Иерусалим в столице и перенёс туда посольство. Отказался от ядерной сделки с Ираном, реализовал свою кампанию максимального давления против Айтоу. Страны Персидского залива официально оформили свой оперативный союз с Израилем через соглашение Авраама. США признали суверенитет Израиля на голландских высотах, законность израильских поселений в Иудее и Самарии и даже признали фактически частичный суверенитет Израиля над Иудеей и Самарии в рамках мирного плана предложенного Трампа. То есть всё, о чём говорил Лапид два года назад оказалось несостоятельным. Абсолютно не так. Вовсе не палестинские арабы были ключом к миру, а наоборот, подход, который предлагал Натаниал и Трамп. Тем не менее, в своём выступлении на этой неделе Лапид дал ясно понять, что все эти события, которые должны были перевернуть его сознание и показать, что он абсолютно ошибался, они не произвели на него ни малейшего впечатления. На самом деле, мы не понимаем не на него, а на тех людей, которые стоят за ним, на демократов американских, которые вообще как бы игнорируют всё, что сделал Трамп. И путь, на который Лапид сейчас твёрдо наберет встать, основан на игнорировании значения всего, что уже было достигнуто Израиль. И это, в свою очередь, подводит нас к оппозиции, которая хоть и контролирует всего 53 места в Кнессете сейчас, она представляет большинство израильских избирателей, которые избрали на последних выборах 65 правых политиков из 120, чтобы создать устойчивое правое правительство, но получили в итоге совершенно и ноль за предательство Бен Атейсара. Но лидеру оппозиции Бен Амин Атаньяо и его коллегам придётся основывать как бы свою платформу совершения правительства Лапида на признании реальности. Явное влияние Хамаса на израильских арабов ведёт к тому, что государство палестинских арабов в Аудее, Самарии и Иерусалиме, чего хочет Лапид и чего хочет Байден сейчас, приведёт к тому, что оно спровоцирует разрушение Израиля. Если государство Хамаса в Газии способно разжечь антисемитские погромы по всему Израилу, государство Хамаса в Гаудее, Самарии и Иерусалиме вместе с Газой станет для еврейской страны угрозой, с которой надо полагать или не хочется в это верить, но вряд ли справится хоть одно правительство. Поэтому платформой оппозиции должен стать вероятно полный отказ от государственности для палестинских арабов. Оппозиция должна сейчас сказать чётко, мы вообще против какой-либо государственности для палестинских арабов. Всё. Кончилось. Надо. Нет. Вместо этого Натаньяу и его коллегам следует, например, предложить план о распространении израильского законодательства на всю территорию Иудеи и Самарии, которая сейчас находится под контролем Израиля, то есть не в руках автономии. По иронии судьбы, это план, который был выдвинут в 2013 году никем иным, как нынешним формальным премьер-министром Беннетом. И вот сейчас не будет, как бы, наверное, самым логичным, ироничным вариантом, когда Натаньяу, как представитель это твой план. Ты хочешь его принять? Мы можем его принять, сейчас мы его двинем, а ты поддержишь. Или ты хочешь удерживать левую коалицию и отказаться от того, что ты ещё несколько лет назад назвал самым важным и самым принципиальным моментом своей политической карьеры. Исходя из этого, также из того, что администрация Байдена активно и эффективно поддерживает Хамас через того же АМРа, оппозиции следует твёрдо противодействовать созданию консульства США в любом месте в пределах муниципальной границы Иерусалима. И оппозиция, конечно же, должна выступить против любого замораживания, признания прав собственности евреев в объединённом Иерусалиме и в Иудее и в Самарии. И вот ещё один момент. На этой неделе Натаниал встретился с бывшим послом США в ООН Никки Хэлли и с организацией «Христианские союзники» под руководством пастора Джона Хаги. И за это был подвергнут резкой критике в средствах массовой информации. Типа, кто ты вообще такой? Ты глава оппозиции, а ведёшь себя как национальный лигер. Но понятно, что израильская левая пресса она ругает Натаниалу, не важно, что он будет делать, знаете, как ваши левые ругали Трампа. Но на самом деле то, что сделал Натаниалу был очень важный и необходимый шаг, потому что в своём последнем выступлении Лапит фактически бросил под автобус отношения и с республиканцами, и с евангелистами. То есть он сделал то, в чём он всегда обвинял Натаниалу, хотя Натаниалу был тут как бы совершенно не виноват. Лапит всегда говорил, Натаниалу разрушает наши отношения с Америкой, потому что она ориентируется только на республиканцев, на наших, как бы на друзей Израиля, а с демократами, врагами Израиля вроде как не хочет разговаривать. То, что делает сейчас Лапит. Он говорит, мы будем делать то, что нам скажут демократы, и вообще плевать на то, что считают республиканцы и евангелисты. И поэтому долго позицией был, конечно же, тут же выйти и показать, что Израиль укрепляет связь со всеми группами, в том числе и с теми, кого сейчас Лапит полностью как бы отметает от отношений, то есть с республиканцами и с евангелистами. И вообще идея Лапита увязать политику США в отношении Ирана и палестинских арабов, то есть типа мы сдадим палестинским арабам наши позиции, как бы уступим им, а США будут защищать нас от Ирана. Это бросает вызов целому поколению энергичных усилий, которыми занимались многие израильские правители, не только Натаньяу. И они были направлены на то, чтобы любой ценой избежать подобной увязки. Израиль исторически выступал против такой увязки, потому что в ней нет смысла, а как сейчас ясно показались соглашения Авраама. И вообще всё, что предшествовало пресловутой арабской весны и оригинальные события, нет ничего общего между палестинскими арабами и тем, что происходит в регионе. Они ни на что не влияют. Они клюм, эфис, ничего, абсолютное ничто. Иными словами, делать вид, будто бы всё в регионе вращается вокруг интересов палестинских арабов, это заведомо рецепт стратегической неудачи на всех уровнях. Но сегодня, учитывая целеустремлённость администрации Байдена, которая направлена в политике США в отношении Ирана и отказа от Израиля и с университетных арабских государств от своих союзников, позиция Лапида вовсе не имеет оправдания. То есть администрация не предложит Ирану ядерной сделки, которая хотя бы как-то защищала интересы стратегические Израиля. Нет. Она вообще не заинтересована. Байден не заинтересован поддерживать Израиль и защищать его от Ирана. Иран для Байдена друг, а Израиль враг. И на этом фоне позиция Лапида как бы стелится под демократов и полностью уступать им во всё, эта позиция вообще не имеет никакого оправдания. Это та позиция, которая будет осуществляться сейчас реальным хозяином нынешнего правительства. Новое правительство не только сталкивается с новыми вызовами и угрозами со стороны Хамаса, Ирана и Вашингтона, но по сути дела получается, что оно вызывает их на себя. То есть слова Лапида о том, что ему плевать на республиканцев и евангелистов, что он хочет подстроиться под Евросоюз и демократов, и под прогрессистов, это призывает такое давление, понимаете? И это давление будет становиться ещё большим. И в этой ситуации обязанность оппозиции, которую сейчас возглавляет Натаньял, представить, с одной стороны, чёткий альтернативный подход, а с другой стороны, конечно, использовать все имеющиеся в распоряжении оппозиции инструменты для того, чтобы этот подход продвигать. Вот как-то так, Сергей, потому что иначе действительно я вижу, что при давлении со стороны Вашингтона и при готовности Лапида это давление принять и признать, конечно, всё, что на протяжении десятилетия Натаньял нарабатывал, это всё сейчас может обрушить. Ну вот, это то, что я хотел рассказать сегодня о новом правительстве, и если у нас есть вопросы какие-то, Сергей, с удовольствием постараюсь ответить на них сейчас, если у нас осталось как немножко времени. Да, у нас времени ещё немного осталось, 847-400-5200, телефон нашей студии, если у Вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. А скажите по поводу, скажем, сегодняшнего, вчерашнего дня, похоже, там на Храмовой горе опять что-то происходит? Ну, безусловно, это происходит, это как бы часть вот этого проверки исламскими движениями, проверки навшивость нового правительства, а как они себя поведут? А вот мы сейчас устроим провокацию на Храмовой горе, мы побросаем камни в молящихся евреев, как поведёт себя это правительство. Надо сказать, что до сих пор как бы в общем ситуация не была плохой. Вот, например, с этим шествием флага. В итоге, как левые не верещали, шествие состоялось, но это как бы о том, что оно состоится, договорился ещё Натанияу. И Хамас побоялся обстреливать Израиль ракетами, всё-таки его как следует от того шматили совсем недавно. Но он запускал воздушные шары зажигательные, которые подожгли поля и устроили огромное количество пожаров на границе с сектором ГАНС. И сразу после войны ГАНС, который был тогда министром обороны, сейчас министром обороны, он сказал, если только один шар прилетит, мы их прямо там всех размажем. И вот шары прилетели, сначала никто никого не размазывал, мы уже подоглянули, всё понятно, левое правительство, конечно, всё спустит на тормозах. Но уже к ночи действительно постреляли. Правда, не очень понятно, куда постреляли и что там постреляли. И были ли эти, так сказать, показательная стрельба по пустым сараям и кустырям или действительно были нанесены удары по Хамасу. Но, по крайней мере, в общем-то, пока что новое правительство показало, что оно не сдаёт совсем позиции, чего мы боялись. Но, возможно, что для того, чтобы оно оставалось и не сдавало позиции, придётся, как следует, их постоянно теребить со стороны оппозиции. То есть, не давать им покоя и постоянно напоминать им о том, что их задача защищать именно еврейское государство, а не левые идеи. Спасибо. Ну и по-прежнему запускали эти шары, но всё-таки Израиль ответил, я так понимаю. Я имею в виду шары сжигательные. Да, был ответ на эти шары. Таким образом, вроде пока как бы мы не потеряли совсем лицо. И это радует. Я вообще думаю, что возможно, что в отношении Хамаса, скажем, позиция Израиля не слишком изменится. Всё-таки министр обороны был Ганси, остался Ганси, хотя сейчас нет рядом с ним Натаньяу, но он будет продолжать более-менее схожую политику. Гораздо большей проблемой может быть именно поведение Лапида как министр иностранных дел, который сейчас начнёт сдавать все дипломатические позиции Израиля под давлением новой Штонской администрации, администрации Байдена. И здесь мы будем терять очки и терять позиции, терять наши, так сказать, все достижения, которые были приобретены Натаньяу в последние годы, просто потому, что некому будет защищать, потому что позиция Лапида замириться любой ценой задобрить демократов, а демократы сейчас откровенно враждены интересам Израиля. Спасибо. И ещё по поводу землетрясения, которое имело место на юге Израиля, если я не ошибаюсь. Ну, честно говоря, вы знаете, в Израиле, на территории Израиля примерно каждые сто лет происходит землетрясение довольно серьёзно. То есть трясёт более-менее непрерывно, всё-таки мы живём ведь в месте, где проходит тектонический разлом. Мёртвое море в будущем станет как бы океаном, когда-то, через миллионы лет. Но землетрясение происходит регулярно, и большое землетрясение ждут, потому что уже почти сто лет не было большого землетрясения, значит, оно должно случиться. И об этом часто говорят, потому что в Израиле большое количество домов построено до 70-х, 80-х годов, как бы не построено с учётом возможного землетрясения. Значит, это могут быть большие жертвы. С другой стороны, сейчас вот мы говорим о новой проблеме. Израиль договорился с Соединёнными Арабскими Эмиратами качать нефть, то есть нефть приходит в танкерах, в Эйлад, а дальше по трубе, как-нибудь я расскажу, откуда эта труба взялась в Израиле, она была построена ещё давным-давно, когда ещё мы дружили с Ираном, ещё Ираном, Шахским, а не Айято. По трубе идёт в Аждот, и из Аждота снова на танкеры и в Европу. Это очень выгодно, потому что это в обход Советского канала получается дешевле и безопаснее для арабов, это получается хорошо для нас, потому что мы зарабатываем на этом транзите деньги, и это, так сказать, как бы скрепляет наш союз со странами Персидского залива, арабскими странами. Но при этом как бы давно уже говорится о том, что труба старая, построена ещё где-то, я думаю, в 60-е годы, и напор нефти может быть очень большой. Это значит, что могут возникнуть какие-то экологические неприятности. Насколько Израиль к этому готов? Под эту сурдинку новая министра экологии из партии Мерц, которая вообще против любых, против мира Израиля с арабами, если этот мир не согласован, как бы не ведёт за собой уступки Израиля. То есть, какой же это мир? Мы никакой земли арабам не отдали. Неправильный мир, надо его отменять. И поэтому она сказала, вообще надо закрыть эту трубу, закрыть этот проект, никакой нефти не гнать. Вообще нам эти арабы не нужны, нам деньги не нужны. Ну, понятно. Левый подход, всё, что хорошо для Израиля, это плохо. И непонятно, в какой мере новое правительство сумеет, так сказать, с одной стороны не довести ситуацию до действительно проблемы экологической, то есть проверить эту трубу и создать все необходимые механизмы, которые позволят гнать эту нефть нормально. А с другой стороны, значит, не пойдут на поводу у министерства от Мэрит и не закроют этот проект совсем. И в этом смысле, конечно, мельтрясение, это одна из проблем, которая может тоже стать важной в контексте такой старой трубы, по которой течёт много нефти. Я понимаю, что у нас времени остаётся мало, о самом законопроекте наверное рассказать не удастся, но в принципе Ликут предложил новый законопроект о реформе иммиграционной системы, а вот в принципе ввиду сложившейся ситуации, сложившегося дисбаланса или баланса в Кнессете рассматриваются ли или будут ли рассматриваться законопроекты предлагаемой оппозицией, как вы думаете? Я думаю, что сейчас коалиция вообще поступила совершенно по-фашистски, то есть это жёсткое слово, но другого слова просто нет. Они сказали, мы в ближайший месяц вообще не будем рассматривать законопроектов от оппозиции. Ну по сути это было сформулировано немножко иначе, они сказали частные законопроекты, то есть есть правительственные законопроекты, которые приносят коалиции, а есть частные, их может принести и представители оппозиции, и представители коалиции как бы частным образом. И вот такие законопроекты, они целый месяц, по крайней мере пока месяц, а потом, может быть, ещё и дальше. Не будут рассматривать. Это делается для того, чтобы оппозиция не могла троллить как бы новую коалицию. То есть, вроде бы, смысл подоплёка этого решения понятен. Коалиция не хочет давать возможности оппозиции себя, скажем, ставить неудобное положение. Но для демократического государства это выглядит в высшей степени вопиющей ситуацией. Ну хорошо, давайте тогда вообще запретим оппозицию. Давайте все оппозицию, как в некоторых других странах, посадим в тюрьму. Просто запретим Натаньялову. Вы и так хотите запретить ему баллотироваться персонально. Так давайте вообще отменим выборы, отменим оппозицию, отменим право оппозиционных партий предлагать какие-то законопроекты. То есть, пока что это всё выглядит очень уродливо и очень некрасиво. И можно надеяться, что они как-то успокоятся и потом начнут вести себя более демократично. Но сейчас-то всё становится с каждым днём всё больше и больше похоже на Северную Корею и Венесуэлу. И это, конечно, не радует совершенно. Да, это то, с чем мы сталкиваемся у себя здесь. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. В следующий раз. Большое спасибо себе. Всего доброго.